Неоархей. Продолжаю вот этот раздел, который эволюция, биология и так далее. Это период, который начался 2 миллиарда 800 миллионов лет назад и закончился 2,5 миллиарда лет назад. То есть примерно 300 миллионов лет продолжался. Это последний период Археи, то есть значительные всякие вещи, которые характерны для современной Земли, они уже оканчивают формироваться. В начале Археи Земля сильно отличалась от теперешней, в конце Археи, ну по крайней мере, есть континентальная кора, по крайней мере, дожди идут, океаны, как мы их представляем себе, примерно есть. Правда, скорее всего, небо будет розовое, потому что там кислорода недостаточно и метана достаточно много. Розовое небо будет в Архее. И нет многоклеточных вообще никаких. Хотя, заметны вот эти колонии бактерий, как я говорил, они были огромные, и сейчас кое-где огромные. То есть, если в воду посмотреть, там будет видно большое зеленое, похожее даже на какие-то вот листья, лепестки, но это все состоит из миллионов бактерий. Колонии одноклеточных, даже протеев, даже так. Прокариот, точнее, да. Неоархей отличается тем, что точно уже идет кислородный фотосинтез. Фотосинтез возник в предыдущий период, и весь неоархей, он точно продолжается, и заметны всевозможные изменения в минералах, которые в результате свободного кислорода возникают. И к концу неоархея кислород уже начинает в атмосферу поступать, и там в нормальных количествах уже накапливается, хоть до 1% доходит. Собственно, вот график накопления кислорода. И, собственно, протирозой, он отличается тем, что в начале протирозоя наступит кислородная катастрофа. То есть, в основном, все живые существа в архее были, не потребляли кислород, для них кислород был ядом. И вот когда кислорода стало много за счет действия фотосинтезирующих всяких существ, фотосинтезирующих бактерий, они перетравили практически всех остальных, все остальные живые существа, которые сохранились какие-то, которые кислорода не потребляют. Но в каких-то очень ограниченных участках, на которых кислорода реально нет, где-то там на дне моря, там в каких-нибудь вулканах и так далее. А вся прочая жизнь, она уже с доминированием кислорода, кислородное дыхание, кислородный фотосинтез. Вот эта революция, она в неоархее еще не наступила, но она готовилась. Обнаруживают строматолиты от этого периода, известковые отложения, колонии бактерий, внешне напоминают морскую капусту, не являются водорослями, не являются организмами, а являются именно множеством бактерий, причем, скорее всего, каких-нибудь археев, там каких-нибудь типов совершенно. То есть даже не бактерии, а археи, скорее всего. То есть такие типы прокориот, которые сейчас редко встречаются. Но они, как правило, тоже были там на дне океанов в то время или где-то вот близко к поверхности, поскольку кислород был низкий и в целом радиация была довольно высокая. Озонового слоя ничего не было, поэтому на поверхности даже бактерии не могли выйти, так как там была радиация сильная. Ну вот это вкратце, что об анеоархее. И в биологической части я планирую уже начать рассматривать бактерии, наиболее простые. В принципе, уже началось, и вот сейчас уже к таким более серьезным типам бактерий планирую приступить, если будет достаточно времени для этой биологической рубрики. Продолжение следует...